Привет, мои хорошие! С вами Селена СВИ и сегодня будет у нас супер необычное, смешное, экспериментальное видео, которое будет называться Тренд или Бред? Я, наверное, открою здесь комментарии, хотя примерно знаю, какие комментарии будут, но мне все равно интересно узнать ваше мнение. А свое мнение по поводу этого я скажу в конце. Также хочу сказать, что если кто-то еще на меня не подписан, обязательно подписывайтесь. Я думаю, вы не пожалеете, хотя некоторые жалеют, но... Знаете, чтобы пожалеть о чем-то, нужно сначала сделать, так что подписочка! Так, значит, смотрите, что я придумала. Ну, точнее, не я придумала, я это нашла в Инстаграме. Очень интересную вещь, и там как раз-таки задавался вопрос. Тренд или Бред? Мне стала интересна тема это видео, потому что мне, как минимум, интересно было бы увидеть на себе новый тренд, новую идею, которую подали нам фантазеры. Итак, сразу хотела сказать, кстати, часто мне говорят, почему ты, Селена, Фаберлик, а вот давно там нет или еще что-то. Фаберлик, да, я буду использовать Фаберлик, кстати, покажу некоторые моменты. Вот сейчас у меня глаза, например, накрашенные Фаберлик, водостойкая тушь. Я считаю, что водостойкая тушь. Самое время для зимы. Вот такая вот. И она супер офигенно сделала мне объемчик. Вообще, у меня сейчас только я сняла ресницы, а уже объем. Буквально три дня назад мне сняла подружка ресницы, и... Ну, они такие, знаете, как бы их нормально там осталось, но вот такое ощущение, что что-то с ними не то. И когда я красила какими-то своими другими тушами, то ресницы как-то были все равно мелковатые. А вот сейчас я прям накрасила этой тушью, и прям замечательно. Ну, и на зиму, сами понимаете, чтобы оно не лезло все в глаза, не растекалось, когда фигачит тебе снег, буря в глаза. В общем, да, вот эта тушь Фаберлик я совсем недавно покупала. Я сейчас вам, кстати, скажу, в чем выполнен мой макияж, потому что... Или скажу это в конце. Давайте скажу в конце. Я сначала сделаю то, что я хочу сделать, а потом скажу, что чем я накрасилась, может быть, вам что-то понравилось. Часто мне бывает задают вопросы, чем ты была накрашена в том видео, или чем ты была накрашена в этом видео. Я, честно говоря, забываю, у меня столько косметики, поэтому я вам скажу в конце, что у меня за губная, за тушь, там, может, румячики, или еще что-то. Итак, что мы сейчас сделаем? У нас будет сейчас идея с бровями. Так как мои брови... У меня, кстати, татуаж, кто не знает, очень, естественно, выполнен, очень круто татуаж шире моих бровей. Я обожаю вообще свою форму. Но мне интересно, естественно, поэкспериментировать другие формы и так далее. И сейчас мы будем использовать другую форму бровей, как говорится, такая, тренд. Да. Денечка, ты мешаешь. Ку-ку. Да. Ну, ты мешаешь, я же видел с него. Ну, все, ты снял там лав. И не на фоне, у мамы теперь нету лав. Здоровайся. Привет. Привет. Мы только искупались, поэтому мы еще такие. Лав, дядя. Иди играй с вами, игрушка. Иди. Итак, для того, чтобы у нас получилось понять вообще, что пойдет мне эта форма или нет, нам нужно закрасить одну бровь. Для этого я взяла, хочу использовать. Вообще, я думала сначала использовать тоже от Фаберли. Кстати, вот такой вот у меня есть. Кислородное сияние. Защита FP15. Многофункциональный BB крем. Неплохой, кстати, мне очень нравится. Кто ищет, вообще попробуйте. Все очень классные, легкие и очень хорошо матируют и выравнивают тон лица. А это вот такие консилеры. Я просто не знаю, какой пойдет. Более светлый или более темный. Давайте начнем с более светлого, потому что более светлый потемнить легче, чем темный высветлый. Итак, что мы делаем? Я начну с одной брови. Может, я на одну бровь тоже сделаю? Я не знаю. Прям вот так я ее замариваю. Смотри, мама, что творит. Я зеркало не взяла. Твою жнихай. Жнихай. Незусловно. Твою жнихай. Сейчас он чуть подсохнет. Я так люблю все эти эксперименты. Слушайте, а без бровей, как госика? Дэнь, притащи зеркало. Да, да. Вот когда ты уже подрастешь, так что ты зеркало мог мать притащить. Она не слазилась в тумбочке. Может, на тумбочке сейчас сидим? Так, ну что? Я вот смотрю, что как-то не очень нам получается скорректировать все это дело. Давайте еще раз пройдемся сверху. Кстати, у меня под глазками намазан, обожаю, вот этот Фаберлик консилер с кисточкой. Их там всего два. Один темнее, один светлей. Я беру тот, который светлей. И он идеально даже под загоревшую кожу, знаете. То есть я очень темный не беру. Так, давайте еще раз пройдемся. Ну, чтобы более тщательно скрыть свои, мои, не такие уж и темные волосы. О, я знаю. У меня есть моя любимая пудра от Max Factor. Ее здесь уже практически не осталось. Точнее, ее здесь вообще не осталось. Надо купить обязательно, потому что она для тех, кто снимает видео, вообще, вот знаете, для камеры она безумно классно скрывает все, все вообще. Только вот это у меня темноватый цвет по воду. То есть сверху вот так мы еще налепим. В общем, ладно. Ну, чуть посветлело. Ну, не суть. Ладно. Вы увидите сам процесс. В чем дело? Ладно. Все, короче. Начинаем. Использовать я буду карандаш. Карандаш. У меня есть разные карандаши. Я сейчас вам покажу. Мы сейчас будем использовать карандаши чуть-чуть более потемнее от Make Up For Ever. Номер 04. Посмотрите, да, если кому-то подойдет. Классный карандаш. Такой светло-коричневый для блондинок. Идеально. Это кто любит такие более профессиональные карандаши. Если кто-то хочет замену бюджетному, я обожаю карандаши Vivienne Sabo. И идеально для блондинок, вот чтобы вот такая прям была бровь, понимаете, не темная. Вот с ним не переборщишь. Это Vivienne Sabo 002. Не понимаю, почему от Faberlic у меня еще нет карандашей. Надо будет взять. Еще мне подружка отдала Vivienne Sabo 001. Она сказала, он ей темноватый. Вот такой вот. Ну, не знаю. В принципе, если аккуратненько накрасить, темно 002, он более идеальный. Так, а сейчас мы будем красить Make Up For Ever. Итак, в чем фишка? Волнистая бровь. Мне интересно, подойдет она мне или нет. Вообще, мне интересно, намажу я ее или нет, накрашу, как вообще. Давайте вот сделаем подсечку вот здесь вот так. И надо как-то волну. Давайте сначала сделаем вот так вверх чуть-чуть. Вот так вот вверх. Теперь волна пошла вниз. Вниз волна пошла. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Я, конечно, не идеально делаю все. Я еще тут. Ой, смотрите, а что прикольно уже будет. Вау! Круто! Теперь заполним. Смотрите, какой цвет классный. Очень натуральный. Вверх. 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 Слушайте, ну вот так вот мне очень нравится. Очень так вот нежно. Ну, а если чуть поярче сделать. Ну, конечно, у меня, да, не идеально. Вы не знаете, вот этот вот тренд. Тренд. Напоминает. Бубу-юбу. Почему-то. Я не пойму, почему. Бровь как-то вверх поднялась чуть-чуть, да? А вот, кстати, знаете, что еще можно было бы сделать? Интересно. Вот эту поднять вот так вот бровь, а именно кончик сделать вот таким волнистым. Давайте попробуем. Думаю, вторую, что мы можем вообще даже не замазывать, потому что она довольно светлая. Мы сейчас сделаем то, что я хочу и посмотрим, что это получится. Я думаю, такой же, конечно, бред. Ну, мало ли, вдруг вот, бывает, начинаешь вот так, а потом не можешь остановиться. Кстати, вот этот вариант мне очень даже по душе. Я даже, знаете, может, даже и походила. Единственное, что что-то вот хочется что-то изменить, да? Вот это такое более открытое, да? Вот, слушайте, ну что-то в этом есть. Как вам? Мне нравится. Вот уголочек хочется чуть-чуть вот сюда в бок сделать. Чуть-чуть. А? Чуть-чуть его как бы не опускать сильно вниз. Ну? Вот, кстати, неплохая идея. Можно вот именно кончик, да, вот бровь отлично, классно идет, вот так замечательно. Вы поворачивайся так немножко боком, да? И получается такая интересная бровь. Вот это, конечно, более такая экстравагантная, яркая. Ну, не знаю, приживется такой тренд или нет. Все эти идеи новые мне очень нравятся, если честно. Я тут еще экспериментатор, мне нравится все это проводить. Можно было бы как-нибудь видео снять с такими бровями, да? Вот это вот интересная бровь, скажите, а? Значит, первый вариант, второй вариант только с кончиком. Ну и вообще, мне интересно ваше мнение. Приживется такой тренд или нет? Вообще идет или нет? Или что-то портит? Потому что мне, например, кажется, что вот эта бровь очень даже интересно как-то глаз открывает. Ну, вы же понимаете, да? Подумайте, наверное, я сейчас говорю, а вы подумаете, боже, какой бред, а как ей может такое понравиться. Очень многие люди на многие тренды, которые сейчас говорили тоже, боже, какой бред, это никогда никто не будет носить. Тем не менее, все носят и мода приходит. Поэтому я тоже, когда увидела первый раз, честно говоря, мое мнение, я подумала, ну что за бред, никому это не понравится. А пока не решила попробовать сама. Это интересно. Я помню, что был парень какой-то в группе от Пятой Мошенники, у него было выбрита вот так вот пару полосок на бровях. И это было на самом деле очень круто. И я не только у него потом увидела все это, а много у кого других и сама хотела себе выбрить. Но мне кажется, вот эта идея более такая аккуратная, но может с такой бы все и началось и закончилось бы вот этим. В общем, расскажите свое мнение, а я вам скажу, в чем выполнен мой сегодняшний макияж. Сегодняшний макияж мой выполнен вообще очень просто. Это мой любимый консилер от Фаберлик. Вот такой вот CC консилер. Мне он очень нравится, я уже сказала, что у них два цвета, я беру более светлый. И он идеально ложится под мою загорелую кожу. Далее тени я использовала, вообще мне очень они понравились. Я такие подарила в своей заловке. И себе такие же купила. Мне очень нравится вот это сочетание цветов, замечательное вообще. Ой, зеркальце грязное, но ничего. Вот такое вот замечательное сочетание цветов, очень красивые. И макияж всегда с ними какой-то такой интересный, яркий, мне нравится. А дальше у меня тушь водостойкая, я уже ее показала вам. Вот такая вот от Фаберлик. Ой, верх нога, не попроси. Вот такая тушь. Далее у меня румяна-бронзинг-пудра. Но оно у меня, к сожалению, тоже от Фаберлик. Офигенное, классное. Оно у меня, к сожалению, разбилось. И я, мой лайфхак, да, я ее попшикала вот так. Ну не мой лайфхак, все. Ну мой лайфхак, потому что я сделала. Попшикала на нее духи мои, у меня есть там зеленый чай. И перемешала все и дала высохнуть. И в принципе, она, конечно, не так теперь красит. Вот знаете, вот эта печалька одна. Потому что она здесь такая вся была, знаете, в перемешку. Блестящая и коричневая. Короче, она мне очень нравится. Но сейчас тоже она классно легла. Посмотрите. Вообще, раз-раз, я какая-то прям вся такая загорелая снова, да. Хотя я уже в соляль не ходила очень долго. В общем, вот эта пудра мне очень нравится. Губы у меня накрашены карандашом от Guerlain. Коричневый в номере, в номере, в номере. Номер 42. Беж натур. Вот такой вот классненький, 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 классненький карандашик. Мне он очень нравится. Что-то и карандашей у меня тоже от Faberlic нет, не пойму. И сверху я накрасила Guerlain и Fixed Price. Сразу такая разница. Но я люблю все это перемешивать, потому что мне нравится. Карандаш натуральный, очень классный. Он делает такие губки классные. И сверху просто блеск от Fixed Price. Я вам уже показывала. Он отлично увлажняет и делает тоже симпатичные вот такие вот губки. Вот, в принципе, и все. Больше ничего я не использовала. И получился, на мой взгляд, вот такой вот интересный макияж. И мы с удовольствием вот так вот интересно тоже поэкспериментируем. Знаете, еще вариант, я думаю, что вот эту вот волну нужно чуть вверх поднимать. Если это делать, чтобы бровь была не такая. Хотя многие любят, и брови разные бывают, и бывают вот так идут. Но мне всегда идет, когда уголок поднятый. Я люблю. Глаз тогда раскрывается больше, знаете. И более открытый, выразительный взгляд получается. Поэтому вот этот уголок надо поднимать выше, а вот это можно будет чуть-чуть померять. Ну, это первый наш раз. Мы экспериментируем. Может быть, я как-то сделаю. И вот так я точно сделаю. Все это было сделано на скорую руку. На долгую руку не сделаешь с малышом. Не совсем удобно. Но суть вы поняли. И вот такое мовшество, такое ноу-хау. Надеюсь, мое видео было вам интересным и полезным. Может быть, где-то смешным, любопытным, новым. И я с большим удовольствием для вас снимаю. Поэтому те, кто в первый раз, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому понравилось. Впереди много интересного. Я для вас готовлю. Всегда стараюсь. Генератор идей. Ну и на сегодня я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Продолжение следует.